всем привет это снова мы вот так вот мы с мартой проводим время она траву жует у соседа на лужку сосед говорит ему будет газонокосилка вот а я вот здесь не сижу пробовала уходить она орет как ненормальная не требует видите пузо обмазано у нас все в крыму лечимся вот в общем она орет без меня и траву ничего не есть только высматривает где же я на всякие шумы реагируют на все реагируют поэтому вот сижу сейчас здесь ней загораем солнечные ванны принимаем уже объела мне кажется было больше права сам сейчас уже помельче берет крупную то выбрала наш абрикос это тот который мы меняли тогда на рынке мы об этом как-то показывали изначально когда мы садили сюда абрикос он у нас пропал корневая система там не развилась и вот нам поменял она на рынке женщина которая торговала почему ты уже два года и не вижу ее нет ну в общем абрикос который подлежал обмену зацвел может быть попробуем несколько плодов потому что вот дверь закрылась потому что мороза не было долю вот посадили мы сегодня небольшую грядочку картошечки нам папа вскопал грядку жимолось наша цвета и жимолось наша цветает скажи гроша тоже наше зацветает прям радует нас все листочки выпускает еще вчера вот сейчас покажу высадила свои питонии думаю что будет то будет ну хорошо что я высадила на улице жара вот мы тут правда разболелись но зато растением хорошо что возьми и конфетку алёшку там тоже на сене сейчас покажу чё в теплице сделал вот так же вот здесь у меня зашла тоже редиска про которую я говорила про селеста редиска в общем нравится нам очень посадила вот еще второй рядок это капуста так часто посеяла потому что ее уже скоро надо будет высаживать а дома не хочу грязь наводить да и тем более все горшки были заняты дальше там огурцы не знаю зайдут не в таком состоянии сейчас рассада на это наросла на подоконнике на естественно высокая и и чахлая не под лампами то есть разница большая вот они баклажанки помидорки вот какой-то вот у меня сомнение вызывает ну если нет я не вдруг хватает пересажу и вот помидорка уже даже зацвела сейчас моего постучим перц правда еще не вынесла приготовила сейчас вот хочу вынести все мне же не организовал полив у меня есть так что будем растить урожай потом продак капусту эту выдернем в дискудином еще помидоры натыкаем так взять камеру вышли мы тут погулять вывела всех козляточек ребяточек там козляточки траву едят более того марте вы нарвали еще 3 и здесь мало хотим чтобы она дала много-много молока на яш яш это она сегодня с утра дала пол-литра но это вообще скажу нонсус обычно она у нас литр вот давай давай жуй жуй сейчас мы тут походим погуляем козляткам сейчас нарвем тоже травки козлятки у нас уже которые мартины 2 козочки они уже у нас на одноразовом питании то есть молоко раза в день остальное время у них зерно сено трава в рационе 8 числа я вообще полностью сниму с молочного питания может быть так периодически будет доставаться и все и потом младшие козляточки у меня они до 22 числа на питание да вот на подпузом тоже не обращайте внимание это от крема сейчас у нас там все до заживает мы каждый день мажемся поэтому поэтому все лечимся бака потихонечку вычесываем еще ничего не мыли потихонечку в общем приведем ее в норму вон они все эти который как она зимой не нельзя марта козюля папа то хотела любашу напугать засранка маленькая нельзя детей пугать они тебя не трогают и ты их не трожь дай поправлю ногу и вторую ногу дай ножку ножку оп балерина все смотри какая детей хочет напугать вот чем то что что у нас с мартой сейчас я расскажу тело у нас небольшая оспочка пошла как оспочка проявляется две шишечки на вымене то есть но как бы у меня вообще коза первый раз я откуда ну да я понимал что это что-то ненормально а что это к сожалению я не могла и только потом когда уже на пузике пошли эти болтырики тогда я уже поняла что то не так позвонили скажем так местным кто соображает лена она соображает у нее куча коз в общем ли не звонила и она рассказала как лечить сделали очень все проходит коза потихоньку приходит в норму ну конечно все это надо вычесывать было холодно неё еще не помоешь поэтому какая есть пока страшно пускай ходит высадила я питоне свои хоть на улице не сильно жарко на просто делала такие можно подоконники здорово белая еще как фиолетовый и тут также ну тут поменьше но они потом разрастутся будет красиво абрикос уже отцвел к сожалению сказать если там абрикосики будут нибудь ничего не могу сказать тоже жирность поцветает и вот так раз прекрасно распустилась груша конечно груша усыпанная к нам кошка подходит сейчас мы их прогоним так новость и на значит вот это у нас короче их она королилась там штук наверное 10 тоже сена надо подсыпать здесь у нас кратчатка уменьшилась все почему потому что вот эта вот штучка она расшаталась то есть она легко открывалась и маленький крольчатки хорошие такие и наш максик ее открыл и крольчатку перетаскал вот так же это у нас крольчишка молодая вон она двух себя надрала то есть тоже принесла нам потомство а этом надрала пух но ничего не принесла а сроки у нее все вышли поэтому и последний шанс даем если она не исправит положение то придется нам с ней расстаться также вот хочу показать розы которые покупали на рынке пардон вот они и вот здесь вот вот одна и вот другая все они пошли все не принялись я надеюсь что в этом году что-то будет также хочу показать вот который мы заказывали кучиху по некоторые кусты они цветут и вон там тоже вдалеке я надеюсь что заберем хоть маленький но урожай попробую попробуем скажем что за ягодка хваленая у меня встречается арава все мама сейчас массу выведу на лук козлятам на рву травки так также вот такие вот цыпляточки ой что-то один раз завалился или же там она погибнет мне кажется ну цыпляточки вот такие вот у нас в основном здоровые 10 штук мы продали остальные себе оставили конечно есть оси закроем там лезут есть те конечно что и не вылупились но ничего страшного ого они как подъели сейчас это до марта привяжу и буду заниматься цыпками пропаиваю я им даю чектоник витаминку а нарезаю также 2 нарезала давала сейчас буду заниматься потому что с утра сейчас была занята куда на на тут цыпленок он погибнет один ну ладно ничего страшного бывает жизнь огорчение а вот мой козел какой красавица какие у него рожки малых я значит уже кормлю один раз день да 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 нет козел это не то которые постарше девчонки сегодняшнего дня я уже их молоком не кормлю то есть они меня уже переходит на взрослую твердую пищу марта марта пошли гулять марта иди сюда марту сша иди сюда пойдем гулять марта марта иди сюда марта пошли марта пошли еще яйца конечно тоже не собирала сейчас пойдем котеночка марта пошли так ладно ставлю на паузу послали за мартой оттуда не не до не дойдет что нужно пойти гулять вот я лёша полагаю узбала нам его трудная ситуация сегодня родители вам показать я вам покажу какие цыплята вот там точки кидает потому что они покорбливали там путь а вот они ребятушки пушки козлятушки которые вредные и дают вам спокойно а наши курочки подальщики а вот партушка пушка партушка очень так у его кожи жаль труда увидели телико и козел черный вы вообще чё хочешь и своей красоты марта а чё красиво матчу а чё хочешь а мартушек посмотрите его доз очень занимать чё сзадицу покажешь а вот у нас тут бежит рубашка видеть идите его не видно вот сейчас и три минуты а до вас вообще доль и башен скажи всем привет простите идите да не удержал просто и смог следить а вот они такой разноцветный сразу с рогами ну ничего мы скоро его дай до сопусти когда он подрастет а а и мариния указала мако подиго нажали да на больно а вы ребята я во просто к себе дня сделать один дует редкий один в раз году Вы что любите бить мороженое или другого? Напишите в комментариях. И кто любит бить лето, нажмите лайк. Большой лайк. Немножко новостей с нашего хозяйства. Субтитры создавал DimaTorzok